Доброе утро! Доброе утро! Что касается времени проведения акции, пройдет оно с 9 до 15, как уже сказал Игорь, на Брестском грибном канале. Присоединяйтесь, пожалуйста. Ну что ж, а что ждет вас сегодня в нашей программе, узнаем из анонсов. Сегодня в Утреннем Эспрессо. Расскажем, как в Брестской области решают проблему пустующих домов. Узнаем, где в Брестском районе можно насладиться чистым воздухом и укрепить свое здоровье. Бренд-шеф Иван Гринин поделится рецептом вкусного завтрака. Фитнес-тренер Юлия Котович научит правильно делать утреннюю разминку. Это и многое другое ждет вас в нашей программе, дорогие друзья. Мы же переходим к прогнозу погоды, а погода у нас похожа, как в песне «Ум и Турман» в городе дождь, а также по области. А вот, между прочим, как в песне Ларисы Долиной, мне она нравится больше. Погода в доме – самое главное, друзья. Поэтому обнимите, пожалуйста, близкого человека. Это определенно согреет, пусть даже такую пасмурную погоду. Ну а как одеваться и стоит ли брать с собой зонтик, мы узнаем прямо сейчас из прогноза погоды от брестских синоптиков. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Доброе утро, Брест. Доброе ранец и Беларусь. Доброе утро. Всем привет. Доброе утро, Брест. Брест, просыпайся. Привет всем. Доброе ранец и Беларусь. Доброе утро. Всем привет. Доброе утро. Доброе утро, Брест. Солнечный город Что будем делать? Ну давай, наверное, займемся нашим любимым делом. С утра пораньше. Разминка для ума. Что может быть лучше? Друзья, дозванивайтесь, загадывайте нам загадку. Если в течение 20 секунд мы с Игорем не даем правильный ответ, вы идете в Солнечный город. Если даем правильный ответ в течение 20 секунд, мы идем в Солнечный город. Да, вот такие у нас условия. Пожалуйста, дозванивайтесь. Номер телефона студии прямого эфира 21 55 65. Ну, конечно, в первую очередь нам хотелось бы услышать наших малышей, правда? Конечно. Итак, сразу же есть у нас звоночек. Доброе утро. Доброе утро. Итак, как вас зовут? Виктория. Виктория, очень приятно. Ну что ж, загадывайте нам загадку. Нет, 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 подождите, малышей же хотим услышать. Где малыши ваши? Уже у меня полоса. Что, что? Что, простите? Уже у меня полоса ждут в школу. Ладно, хорошо. Подождем ждут специально. Да, подождем ждут специально. Да, давайте загадку. Один глаз, один рог, но не носорог. Корова, которая выглядывает из-за угла. Ну да. Да. А еще есть у вас загадка? Да, есть еще. Ну давайте еще одну. Да. Еще раз, пожалуйста, повторите. Достал ружье и выстрелил. Куда он попал? Время. Так, куда мог попасть охотник? В утку. Ну вот он выстрелил и куда он попал? Ну в башню. Нет, не в башню. В башню. Мимо чего он шел? Мимо башни с чем? С часами. Попал в часы? В башню в часы. Вот нам сейчас операторы подсказывают. Я не могу понять. Я вообще понять не могу. Я тут не могу понять. Ну понимаете, 20 секунд уже истекли. Вот понятное дело, что мы не ответили. Но на первую-то загадку мы дали правильный ответ. И что? Ну да. Ну наверное, все-таки отдаем сертификат или нет? Вот давай решим прямо сейчас. Я бы отдал тебе. Дети-то ждут у автобуса под дождем. Да еще и под дождем. Вам нужно и в солнечный город сходить. Хорошо, что это было? Подскажите. Хорошо, я вам еще раз продиктую загадку и просто скажу тогда. Давайте. Шел охотник мимо башни с часами. Доставлю же ее и выстрелил. Куда он попал? Ну куда он же, естественно, попадет? Милиции. Да, что ж такое-то. Все понятно. Один-один. Скажем так, Виктория, дозванивайтесь к нам еще, обязательно пообщаемся. Идете в солнечный город. Хорошего дня вам. Спасибо. Спасибо, Виктория. Привет вашим замечательным малышам. Я думаю, что они не зря ждали возле автобуса. Я так удивился насчет коровы, даже растерялся. Видишь, сразу начал загадывать следующую загадку. Ну, молодец. Это уже просто третий эфир на этой неделе. Я уже подкованная девушка в этом плане. Ну что ж, продолжаем, дорогие друзья. Продолжаем нашу детскую тему. У нас рубрика «Дочки и сыночки». Давайте посмотрим. Доброе утро. Как сказал однажды великий педагог Сухомлинский, истоки творческих способностей детей на кончиках их пальцев. Простыми словами, чем больше ребенок мастерит своими руками, тем более развитым и умным он растет. Поэтому сегодня мы обратимся к лепке из пластилина, как одному из самых доступных способов детского мастерства. И в нашей лаборатории сегодня две очаровательные помощницы, Дарья и Елизавета. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Привет. Как ваше настроение? Хорошо. А у тебя? У меня отлично. Я думаю, вы уже догадались, чем мы сегодня займемся. Мы будем лепить? Совершенно верно. Мы сотворим вот таких милых радужных гусениц. Для работы нам понадобится пластилин всех цветов радуги. Кстати, вы знаете, как эти семь цветов легко можно запомнить? Да, надо выучить стихотворение. Каждый охотник желает знать, где сидит ваза. Совершенно верно. А значит, нам сегодня понадобятся красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета. А еще доски и стеки для лепки. И первое, что мы сделаем, это заготовки разноцветных шариков. Они должны быть приблизительно одинакового размера, как на образце. Колбаски-рожки и мордочку нашей гусеницы. Начнем? Помимо развития всем известной мелкой моторики рук, лепка неоспоримо развивает у малыша чувство прекрасного. Ребенок учится общаться с окружающим миром, видеть его красоту, замечать детали и нюансы. Также важно, что основными инструментами в лепке являются руки. А значит, в первую очередь мы учимся владеть собственными руками, а не кисточкой или карандашом. Если ваш ребенок совсем мал, тогда стоит отдать предпочтение домашнему пластилину, состоящему из воды, муки, растительного масла и соли. Проглотить такой материал не опасно, в отличие от попадания в организм пластилина магазинного. Чтобы освоить более сложные композиции, ребенок должен сначала освоить базовые навыки, научиться скатывать шарики, колбаски и изготавливать плоские элементы. Ну что, наши заготовки готовы. И теперь у нас самое интересное. Собираем наших гусениц в единое целое и усаживаем их удобно на листике цветочки. Вперед! Психологи утверждают, что помимо укрепления мускулатуры рук, развития воображения и творческого потенциала, лепка позволяет детям невербально выразить боль, страх, тревогу, которая присутствует в их жизни. Лепка, как метод в арт-терапии, дает возможность снять напряжение, проявить эмоции и осознать ценность своей личности. Очень рекомендуется лепка для деток эмоционально перегруженных, то есть гиперактивных, которые могут с помощью лепки снять это напряжение и успокоить нервную систему. Наши радужные гусеницы готовы. Напряжение снято, мелкая моторика отработана. Ну что, девочки, вам понравилось в нашей творческой мастерской? Да, конечно! Дорогие родители, теперь вы знаете, как важно лепить для развития ребенка. Делайте это хотя бы один раз в неделю. Позвольте ребенку выплеснуть эмоции и стать творцом своей жизни. Гороскоп советует Овну начало дня провести в кругу семьи. Это доставит вам глубочайшее удовольствие. На работе улучшится взаимопонимание с коллегами и подчиненными. Для Тельца наступает хорошее время, чтобы набрать команду единомышленников. Будьте спокойны и деликатны, не раздражайтесь. Тогда вам удастся избавиться от взаимных упреков и недопонимания. День для Близнецов будет серым и унылым. Чтобы время не пропало даром, звезды советуют бросить силы на объемные проекты, которые нужно закончить. Раку неожиданных сюрпризов этот день не принесет. Все дела будут идти размеренно и в привычном ритме. Сейчас не стоит быть доверчивым, так как вас могут просто использовать в своих целях мошенники. На работе и в официальном общении льву следует беречь нервы. Есть вероятность, что вас попытаются спровоцировать на конфликт. В романтических отношениях следует проявить большую настойчивость. Проявляя гибкость и дипломатию в трудной ситуации, дева может выйти победителем или избежать неприятностей. Удачный день для преподавательской деятельности, учебы или творчества. Скоротечный служебный роман весов может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Великолепный день для чистолюбивых людей. Скорпион удачлив в любви. И сегодняшний день станет подлинным тому доказательством. Вы слишком зависимы от мнения окружающих, остро воспринимаете критику. Стрельцу следует забыть о домашних делах и обратить внимание на качество выполнения рабочего проекта. Вечером пригласите близкого друга или любимого человека провести время в кинотеатре или на концерте. Гороскоп утверждает, что Козерогу предстоит очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Он откроет благоприятные перспективы. В вашей жизни намечается переход к другой сфере деятельности. Водолею можно включаться в долгосрочные проекты, проводить ревизии финансовых дел. Это хороший день для смены деятельности, поиска новых источников, заработка и инвестиций. По возможности, рыбам следует сохранять ровные отношения с начальством и сотрудниками. Дома все будет хорошо. Начавшийся конфликт погаснет сам с собой, не получив развития. Вот что сулят нам звезды, дорогие друзья. Если вы по какой-то причине не доверяете гороскопам, все равно мы считаем, имеет смысл хотя бы прислушаться к некоторым советам. Ну а мы, наверное, продолжим знакомить вас с возможностями филиала производственного республиканского унитарного предприятия «Брест-Обулгаз» «Санатория Надея». Не так давно там открылся аквацентр «Неон». Как с пользой провести время в бассейне и как зарядиться позитивной энергией после посещения, расскажет Юлия Рагулина, администратор аквацентра «Неон». Давайте посмотрим. В нашей Надее есть замечательная часовня. Возле нее мы сейчас как раз находимся. И там служит батюшка. И приезжая к нему просто на службу, он подсказал мне, что есть такая замечательная работа. Приходи, попробуешь, может тебе понравится. Вот, наверное, так и попало на идею. Изначально даже я пришла работать просто санитаркой. Санитаркой, медкорпус, и так постепенно, маленькими шажками, мы дошли до администратора. Мой день в поздравительном комплексе «Неон» начинается с того, что я обхожу всю территорию. Я и медработник, мы с ней вместе проходим, смотрим наличие посторонних каких-то предметов, замеряем температуру воды, наличие хлора в воде. Все это проверяем, заносим в журналы. Вот с этого, в принципе, и начинается рабочий день. Здесь не просто плавательный бассейн. Здесь установлено очень много гидромассажных установок. Есть 8 лежаков гидромассажа. Есть 4 пушки. Две из них оснащены еще пузырьковым массажем более щадящим. Есть массаж стоп, массаж верхней стороны петра. Есть массаж плечевого пояса, огромный дождевой гриб. В детском бассейне есть маленькая зона джакузи. Есть такой более декоративный фонтанчик, ежик, мы его называем. Он тоже очень нравится деткам. Есть зона саун. Две сауны, финская, турецкая. Есть комната отдыха с телевизором. Есть кабинет массажа, стон терапии. Мы общались с отдыхающими с первых же дней, потому что не все возможно учесть. А мы конкретно спрашивали, что хотели бы, что вам нравится, что не нравится. Даже очень хорошие идеи предлагают. Мы внедряем их с удовольствием. Почему нет? Просили весы. Все это делается. Просили часы. Пожалуйста, давайте часы. Действительно, попросили лежаки. Совсем недавно были закуплены лежаки. Люди выходят, хотят отдохнуть. Да, все купили. Пробуем, стараемся. В наш аквацентр могут посетить не только отдыхающие санатории «Надея», но и все желающие. Вы приехали после пяти часов в любое время. Не надо ждать какого-то определенного сеанса. Зашли, поплавали столько, сколько вы захотели и вышли. Ваш индивидуальный шкафчик закрыт вашим индивидуальным чипом. Никто больше к нему не имеет доступа, ни к вашим личным вещам. В этом, мне кажется, большой плюс. Наверное, каждый человек должен о чем-то мечтать и думать, и строить какие-то планы, и это есть правильно. Ну, я как-то предпочитаю жить здесь и сейчас. Я очень довольна своей данной должностью. Ну, а в дальнейшем поживем, увидим, как оно будет. Я хочу, чтобы все двигалось, чтобы были люди, чтобы сидели, отдыхали в кафе, люди ходили с удовольствием в сауну, чтобы плавали дети в бассейне, чтобы он жил. Тогда ты понимаешь, что ты не зря работал, не зря все это делал, и это очень приятно. Продолжим, дорогие друзья, замечательную спортивную тему. Ведь эфирная версия «Новый размер» стартует уже в воскресенье. Кастинг прошел в апреле, уже месяц идут тренировки. Много интересного происходит. На самом деле, очень много всего происходит. Вообще, второй сезон проекта «Новый размер» операция «Подснежник» поменял концепцию. Прежде всего, в нем участвуют люди, в весе от 100 до 145 килограммов. Претенденты, не достигшие заветных 100 килограммов, остались за пределами проекта. Да, и кстати, помимо инструкторов, теперь есть еще и капитаны команд, как на воде, так и на суше. Кстати, не все прошли, кто хотел. Результаты медицинского обследования показали, кто может участвовать в проекте, а для кого он пока остается только мечтой. Но и те, кто попал, кстати, в проект, может быть отчислен. Это тоже новые условия проекта. Да, действительно, там очень здорово, очень интересно. Плюс еще экстремальные испытания по традиции, как всегда, ждут участников реалити-шоу. Наш коллега Сергей Ручкин, который кочует из проекта в проект, тоже является его участником. С удовольствием наблюдаем за тем, как развиваются события на проекте. Будем об этом рассказывать вам каждый понедельник, среду и пятницу. В программе «Утренние эспрессо» сможете увидеть его дневники. Да, а уже в воскресенье, 20 мая, на телеканале «Беларусь-4 Брест» в 21.10 вы сможете увидеть итоговую программу, обзор всей недели проекта «Новый размер. Операция подснежник». Ну что ж, а мы, наверное, продолжим знакомить наших телезрителей с участниками реалити-шоу. С ними можно будет познакомиться в полном объеме на нашем официальном сайте. Ну а пока же визитка одного из участников. Давайте посмотрим вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что что-то надо в жизни менять. Я хочу похудеть в первую очередь для себя, для семьи. Хочу быть красивой мамой, для мужа. Потому что вечная проблема, когда мы идем на шопинг, он видит красивые вещи. Когда мы подходим и говорим, что на вашу жену размера нет, он расстраивается. Понятно, что расстраиваюсь я. Потому что вроде бы мне 28 лет, а размер у меня такой, как для женщины, которая уже в возрасте. А хочется, что-то соответствовало, чтобы моему возрасту. Все-таки я же еще молодая. Следите за проектом. Каждое воскресенье в 21.10 на телеканале «Беларусь-4 Брест». Мне кажется, когда есть такая поддержка в лице таких замечательных деток, и плюс еще муж, все получится обязательно. Если плюс еще зрительскую поддержку и голосование подключить, так вообще обязательно все будет хорошо, и мы уверены, что участники проекта «Новый размер» обязательно достигнут своей цели. Но в чем суть? Суть в том, что мы не просто достигаем определенной цели, у нас становится привычкой, правильное питание, занятие спортом и так далее. Самое главное, чтобы они смогли еще удержаться в этом весе, которого достигнут на протяжении долгого времени после этого. Да, ведь важно не начать и закончить, а начать и продолжать. Вот это вот очень важно. И, кстати, наши участники занимаются именно этим. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас вообще очень много спортивных новостей. И, кстати, телеканал «Беларусь-4 Брест» объявляет фотоконкурс под названием «Семейный спортстайл». Суть. Вам, нашим телезрителям, необходимо прислать фото вашей семьи, где есть вы, ваши дети, бабушки, дедушки, и где вы занимаетесь совместно каким-нибудь видом спорта, делаете это весело, здорово, креативно. И уже сегодня вы можете прислать вот эти вот ваши семейные фотографии на наш адрес tv.sobaka.trk.brest.by Ну вообще, самые необычные спортивные и креативные фото обязательно увидят жители всего Брестского региона, но тот человек, который сделает самую интересную и неповторимую фотографию, обязательно получит приз. Ну вообще, этот конкурс мы приурочили к телемарафону, нашему уже традиционному ко Дню защиты детей. Да, именно 1 июня будут подведены итоги, то есть вы не только можете прославиться благодаря вашим интересным фото, но и получить достойный приз от нашего телеканала за лучшую фотографию. Конечно. Ну вообще, можно высылать фото уже прямо сейчас, включительно до 31 мая, и 1 июня обязательно их увидят жители всего Брестского региона. Да, напомним, что 2 года назад мы помогали Кобринскому детскому дому. Прошлое лето это театр «Глория», который работает на базе Жабинковской школы-интерната для слабовидящих детей, но уже в этом году в поле зрения Брестская секция настольного тенниса отделения инваспорта. Ну, каждый год убеждаемся в том, что чужих детей не бывает, а делать добрые дела по-настоящему несложно. Поэтому, друзья, подключайтесь, пожалуйста, к нашему телемарафону, и включительно к конкурсу «Семейный спортстайл». Ну, а сам телемарафон, мы уверены, уже вошел в историю, ну, как минимум Брестского региона. Что ж, мы продолжаем. Напоминаю, что сегодня 17 мая, четверг. Чем день сегодняшний, знаменательный в мировой истории, узнаем из исторического обзора «Утреннего эспрессо». Сегодня 17 мая, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1861 году впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. В качестве объекта съемки был выбран бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата. Данное событие стало еще одним шагом в развитии фотографии. В 1943 году началась карательная операция немецко-фашистских оккупантов и их пособников «Майская гроза» против партизан и населения в Треугольнике. Ветерск, городок Сураж. Продолжалась до 22 мая. Погибло более двух тысяч советских людей. В 1973-м родилась актриса театра и кино Екатерина Редникова. Известность актрисе перенесла роль горничной Насти в фильме «Барышня-крестьянка». О широкой популярности она обязана фильму Павла Чухрая «Вор». Этот фильм был номинирован на «Оскар». После этого актриса стала активно сниматься в зарубежном кино. В 1991-м появился первый интернет-сервер и был утвержден стандарт для страниц «Тройное W». Позже этот день провозгласили Всемирным днем информационного общества. Сегодня интернетом пользуются сотни миллионов пользователей, а количество серверов достигло огромных величин и продолжает расти. В этот день в 1995-м году на базе Минского высшего военного инженерного училища и Минского высшего военного командного училища создана Военная академия Республики Беларусь. История академии уходит своими корнями в начало 50-х годов, когда в Гомеле было сформировано высшее инженерное радиотехническое училище. Позже училищу было вручено боевое знамя и оно было переведено в Минск. Вот в таком заводном ритме и проходит наш сегодняшний эфир. Друзья, хорошо, что мы на четверке. Мы уже пригласили в студию нашего первого гостя. Как всегда, общаемся только на самые актуальные темы. Первая тема сегодняшнего эфира – «Как в Брестской области решают проблемы пустующих домов». Сегодня у нас в гостях начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики комитета по архитектуре и строительству Брестского облсполкома Алексей Мартысюк. Доброе утро, Алексей Вячеславович. Доброе утро. Ехали сюда к нам на студию. Дождик шел, да? Еще льет. Возможно, льет, да? Хорошо, но вас не испугал. Да нет, конечно. Алексей Вячеславович, расскажите, пожалуйста, какие дома попадают под категорию заброшенные, пустующие? Есть у нас несколько фото, сейчас они будут показаны на нашем экране. Зрелище не очень приятное. Какие дома попадают в эту категорию? Сам термин «пустующие дома» у нас официально закреплен с 2006 года. На тот момент у нас действовал указ президента номер 70 о мерах по сокращению количества пустующих домов сельской местности. С 2012 года у нас действует указ президента номер 100 по аналогичной тематике. Ну и в соответствии с данным указом под категорию пустующих домов попадают дома, в которых в течение последних трех лет граждане, которые имеют право пользования ими в совокупности в течение календарного года проживали менее одного месяца. То есть если вот эти условия, так скажем, выявляются, сели с полковниками. Простите, вот каким образом мониторинг ситуации происходит? Вы говорите, проживали менее одного месяца. Это вот оплата за, допустим, за электроуслуги, да, за электричество, за воду. Как вы мониторите эту ситуацию? Ну, естественно, да. Это и уплата земельного налога, уплата налога на недвижимость, уплата коммунальных платежей. Ну и визуально, конечно, можно определить, что дом находится в неприглядном виде, отсутствует забор, где-то уже и хозпостройки повалены, окна выбиты. Ну, то есть, естественно, если такой дом есть, опрашиваются соседи, то есть соседи информируют о том, что есть ли там собственники, наследники, которые там приезжают регулярно. Но если этого нету, тогда, естественно, принимаются меры по решению дальнейшей судьбы этого дома. Что это за меры? Как решается судьба подобных строений? Ну, указом номер 100, о котором я чуть ниже говорил, предусмотрен алгоритм действий местных органов власти по решению и определению дальнейшей судьбы данных строений. Можем мы вот так вот пошагово это рассказать? Вот, допустим, дом становится пустующим, там, по объективной причине, вот, допустим, там, уже нету собственника, допустим. Как правило, это происходит, вот, как мы говорили за кадром, по причине, там, допустим, вот, смерть пожилых людей. И вот наследники не занимаются домом. Дом становится пустующим, заброшенным. Его определяют именно таким. Что делается далее? Далее, селисполком, если он выявляет такие дома, он информирует районный исполнительный комитет, при котором создана комиссия, которая обследует данные строения. После обследования в течение трех дней собственнику направляется извещение о том, что данный жилой дом подпадает под категорию пустующих. Письменное извещение? Да, письменное извещение. Если райисполком не располагает информации о собственниках, либо наследниках, принимаются меры через органы внутренних дел по розыску таких лиц, которые имеют право пользования данным жилым помещением. Если собственник получает подобное извещение, а в течение какого времени он должен отреагировать? Есть ли какой-то определенный срок? Да, в течение двух месяцев со дня направления извещения, либо опубликования информации о средствах массовой информации. Исполком имеет право включить данный жилой дом в регистр пустующих домов, о чем также публикуется информация о средствах массовой информации. Как много таких домов в регистре Брестского региона? Ну, это число меняется, но порядка на сегодняшний день, порядка до тысячи домов в целом по области находятся в таких регистрах. Алексей Вячеславович, а вот эти дома, они представляют какую-то опасность? Или же, вот почему к ним пристальное внимание сейчас? Ну, я думаю, что и было и раньше. А по какой причине? Или же они просто как бы, ну, внешний вид, допустим, портит населенного пункта? Ну, безусловно, эти причины, они все на поверхности, то есть это и обеспечение безопасности проживающих в данном населенном пункте. Потому что, ну, если за строением не ухаживать... Ну, чтобы валиться. Да, конечно, есть риск обвала, это и пожарная опасность, ну, это, естественно, и внешний облик сельских населенных пунктов, это и рациональное использование земельных участков, на которых расположены такие дома. Давайте, наверное, напомним нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш номер телефона 21 55 65. Мартысюк Алексей Вячеславович в гостях у программы «Утренний эспрессо». Если есть какие-то вопросы, которые касаются пустующих в строении, дозванивайтесь, пожалуйста, задавайте их. Такая возможность есть. Алексей Вячеславович, наверное, вопрос от нерадивых собственников, скажем так, да? То есть вот дом попадает в категорию пустующих, приходит извещение, человек его получает, игнорирует, либо по какой-то объективной причине не может на него отреагировать, дом попадает в регистр. Может ли собственник обжаловать это и как-то повернуть это вспять, то есть, опять же, заняться домом, чтобы он не ушел, скажем так, в пользу райисполкома, а остался за ним? Есть ли такие возможности? Естественно. На любом этапе до подачи заявления в суд об изъятии данного жилого дома, собственник либо наследник имеет право обратиться в районный либо сельский исполнительный комитет с уведомлением о том, что он намерен использовать данный жилой дом для постоянного или временного проживания. Если заявление подано в суд, он имеет право подать заявление в суд в качестве привлечения его участникам данного судебного заседания. Ну и суды тоже из практики всегда идут навстречу таким собственникам либо наследникам. Если он на суде изъявляет желание пользоваться данным домом, то суды всегда идут навстречу и не принимают решения об изъятии данных жилых домов. То есть, опять же, предупреждение и не наказание в первую очередь в данной ситуации? Конечно, конечно. То есть, ну тут цель не изъять, а цель более эффективно использовать данные жилые дома и земельные участки. Спасибо, Алексей Вячеславович, за то, что были с нами, за то, что разъяснили вот эти вопросы, которые возникали периодически у наших телезрителей. Дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у нас сегодня был начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Комитета по архитектуре и строительству Брестского облсполкома Алексея Вячеславович Мартысюк. Ну что ж, если эти вопросы действительно вас волнуют, если у вас есть вопросы, то звоните, дозванивайтесь, обращайтесь за компетентной помощью. Ну а о чем еще сегодня пишут журналисты на страничках региональной прессы, мы узнаем прямо сейчас. Поэтому не переключайтесь. В то, что у футбольной звезды аргентинца Диего Марадона есть интерес в белорусском Бресте и именно в футбольной сфере, с трудом верилась. Поэтому новость, что Марадона будет работать в Брестском Динамо, хоть и обсуждалась в последние дни, но как шутка или чья-то фантазия. А все оказалось серьезно. О том, что Диего Марадона будет заниматься в нашем футбольном клубе, расскажет газета «Заря». Брестский краеведческий музей любит креативно привлекать к себе внимание посетителей. Естественно, он не останется в стороне от международной акции «Ночь в музеях». В каком формате пройдет встреча в Краеведческом 19 мая? Ответ на вопрос и подробности читайте в газете «Заря». Хорошо иметь домик в деревне. Одни мечтают о нем, другие годами не бывают в родных деревнях, где без присмотра остались родительские дома. Забытые и брошенные владельцами они явно не придают шарма сельскому пейзажу. Как в Брестской области решают проблему пустующих домов, узнаете в газете «Заря». В этом году Музей народной славы деревни Медна отмечает свое 30-летие. О том, как жил и живет музей, можно познакомиться в свежем номере газеты «Заря над Богом». Мероприемство, присвеченное одному из самых значных свят Краины, Дню Державного Ерба и Державного Стяга Республики Беларусь, отбылось в неделю в районе. Подробясь про мероприемство, читайте на сторонках что-то дневика. О чем прочитать, узнайте из обзора пресса «Утреннего эспрессо». Более 20 тысяч любителей шахмат, а точнее 20 тысяч 480 человек, установили мировой рекорд по одновременной игре. Считается, что Индия является родиной шахмат, и неудивительно, что жители этой страны посчитали своим долгом установить мировой рекорд. Для установления рекорда организаторы разбили всю площадь на 64 черных и белых квадрата, в каждом из которых были установлены столы с игровыми досками. Сверху это зрелище выглядело грандиозно и напоминало гигантскую шахматную доску. Самое высокое сооружение из песка, которое благодаря своим размерам было вписано в Книгу рекордов Гиннесса, было построено в США, в штате Нью-Джерси. Автором шедевра стал американский скульптор-дизайнер Эд Джаред. Высота песочного замка, который называется «Песочный замок Сэнди», составила 11 метров и 63 сантиметра, а на строительство потребовалось 726 тонн материала. В течение нескольких недель 2500 волонтеров, большинство из которых дети, помогали в строительстве. Эд вместе с помощниками работал над строительством 7 недель. Все это время строители трудились по 15 часов в день. Самой наклонной жилой улицей в мире признана Болдуин-стрит. Она находится в Новой Зеландии. В Книге рекордов Гиннесса уровень уклона зафиксирован как 35%. Длина улицы 359 метров. Болдуин-стрит привлекает любителей экстремального спорта. С 1988 года там проводится чемпионат по бегу. Участники сначала бегут по улице вверх, а потом вниз. Ежегодно в соревновании принимают участие сотни людей. Рекорд скоростного подъема и спуска составляет 1 минуту и 56 секунд. Его не удается побить уже несколько лет. Любители экстрима с удовольствием катаются на этой улице на велосипедах, мотоциклах и скейтбордах. Да, конечно, опасно. Нужно быть очень внимательным и осторожным. Но ничего страшного, мы с нашим телезрителем расскажем сегодня о девочках, которые вообще на питоне прокатились совсем недавно. Поэтому наклонная улица – это совсем не страшно. Да, если еще понаклоннуюсь на питоне прокатиться, вот это уже будет страшно. А нам, друзья, самое время вообще позавтракать. Если вы этого еще не сделали, расскажем о особенностях первого приема пищи прямо сейчас. К примеру, мы знаем с вами, что англичане предпочитают круассаны, овсянку, яйцо в смятку. У американцев все немножко по-другому. Они обычно пьют апельсиновый сок и едят бутерброды. Ну, а вот французы предпочитают круассаны и кофе с молоком. Как считают специалисты Института питания, в идеале завтрак должен состоять из лаков для притока энергии, из фруктов для немедленного выброса энергии и витаминов, из молочных продуктов для белков и минеральных веществ. А вот, между прочим, жители одного португальского города и вовсе установили рекорд. Они съели самый большой завтрак в мире. Вот даже сейчас это нужно зачитать, потому что в течение 10 часов около 25 тысяч человек употребили 10 тонн молока. И, внимание, 35 тысяч упаковок кукурузных хлопьев. Вот говорят о пользе совместных завтраках. Вот садятся 25 тысяч человек и кушают вместе. Какая хорошая энергия там. А потом на кастинге реалити-шоу новый размер после такого-то количества кукурузных хлопьев. Ну, у нас все по-другому. У нас бренд-шеф Иван Гринин только полезные завтраки готовит. Полезные, аппетитные и, самое главное, несложные. Каждый из вас может повторить. Что на этот раз, узнаем сейчас. Доброе утро. Сегодня я проснулся с мыслью о том, что стоит не только есть вкусную, но и правильно здорово сбалансированную пищу. Поэтому сегодня я приготовлю лосось под соусом сальса верда с овощами. С вами шеф-повар ресторан «Эрмитаж» Гринин Иван. Для этого блюда нам понадобится лосось, несколько видов зелени – это базилик, петрушка, лимон, лайм, помидоры и цукини, баклажан, перец для гарнира. Сначала я приготовлю соус. Возьмем зелень, петрушку, базилик. Оторвем от стеблей. Нам нужны только листья. Подготовили. Это вполне нам будет достаточно. Мелко перережем. Возьмем половинку лимона. Выдавим сок лимона. Если попадут семечки, то не страшно. Их можно всегда вытащить. Половинку лайма. Тщательно выдавливаем. Теперь нам попадаем с помидорами. Для того, чтобы очистить помидоры от кожи, сначала я их надрезал и выместил в кипяток. Что позволит нам спокойно убрать кожу с помидоров. И мы его мелко нарежем. Практически все в кашу. Соус сальса верде я в основном использую к рыбе. Потому что в него входит много сока лимона и лайма. Что придает необходимую кислинку для рыбы. Осталось нам добавить немножко оливкового масла. И тщательно это все перемешать. Даже я скажу вам потолочь и создать однородную массу. Немного посолим. Поперчим. Наш соус готов. Теперь нам необходимо поставить лосось на паровую баню и приготовить его. В то время, пока будет готовиться лосось, мы приготовим гарнир. Мы включили нашу кастрюлю с водой. Налили немного в кастрюлю масла. Посолили воду. Лосось мы сразу смажем немного соусом. И положим лосось на паровую баню. Накроем крышкой. И в течение 10-15 минут он будет готовиться. И мы не будем на него обращать внимания. Теперь мы приготовим овощной гарнир для нашей рыбы. Для приготовления гарнира я буду использовать вот такой вот очень странный предмет. С помощью этого предмета я буду вырезать шарики из перца, баклажана и цукини. Берем цукини. И вот таким вот движением мы вырезаем вот такие вот шарики. Вот по пять штучек каждого. Достаточно. И баклажан. Вот я вырезал тут кучу шариков. Но если у вас дома не найдется такого предмета, то стоит просто нарезать обычным ножом той формы, которая вам нравится, все эти овощи. Теперь их необходимо сбланшировать. Наливаем немного масла. Сразу посолим в сковородку. Достаточно так обильно. И закинем наши овощи. Мы их немного обжарим и потом добавим немного воды, чтобы подтушить. Асось практически уже готов. Мы добавили немного жидкости в наши овощи. Сейчас мы их немного потушим. Добавим немного к овощам нашего соуса. Все это перемешаем. Лосось готов, овощи готовы. Осталось все только скомбинировать и украсить. Выкладываем лосось. Овощи. Разбрасываем это все по всей тарелке. Как-то так. Еще немного соуса. Все это поливаем. Немного масла. И свежий, не маринованный уже зелень. Наше блюдо готово. Сегодня мы приготовили лосось в соусе сальсоверда с овощами. С вами был шеф-порт ресторан «Даромитаж» Горинин Иван. Приятного аппетита. Ну, не такой уж и простой завтрак сегодня приготовил наш бренд-шеф. Я бы просто любовалась, наверное. Нет, рыбка – это очень вкусно. Красота. И очень полезный, между прочим. Особенно с утра пораньше. Плюс еще овощи, притом разнообразные. Клетчатка. Это вообще хорошо. Это то, что нужно с утра пораньше, друзья. Ну, а, конечно же, программа «Утренний эспрессо» – это то, что нужно нам с вами. Потому что мы вас бодрим. Мы делимся интересной информацией. И сейчас расскажем про огульную диктовку, которая пройдет уже 2 июня в Минске. В «Национальной библиотеке». В этом году текст выбран с тематической привязкой к 400-летию первого белорусского букваря. Так рассказали организаторы. Диктовать будет Руся. Это действительно знаменитая певица, актриса белорусского дубляжа. Кроме того, еще и голос белорусского вокзала. Русь Шокерова. На самом деле, проверить знания белорусского языка может каждый желающий. Самое главное – зарегистрироваться на сайте. Есть еще такая возможность прийти в «Национальную библиотеку» не позднее 11.30. Потому что уже в 12.20 все достанут листики, ручки и начнут писать диктовку. Результаты станут известны через 5 рабочих дней. Каждый получит электронный сертификат об участии. В прошлом же году огульную диктовку написали более 170 человек, в том числе из регионов. Ну а пока, дорогие друзья, переходим на прогноз погоды. Конечно, самое время узнать, следует ли брать с собой сегодня зонтик. Что-то, конечно, подсказывает, что это необходимо просто, но лучше лишний раз удостовериться. Посмотрим прогноз погоды от наших синоптиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, Брест! Good morning! Привет из Сочи! Доброе утро, Брест! Всем привет! Доброе утро, Мироруссия! Привет, Брест! Доброе утро, Брест! Я всем вам желаю счастья, любви и удачи! Доброе утро! Вместе с чашечкой сежевый эспрессо. Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Продолжаем нашу программу. Около 400 школ 1 сентября перейдут на электронные дневники. Этот сервис является ключевым в платформе знай.бай. Всего платформой пользуются около 3000 учеников и 28000 учителей. Особенно в регионах она пользуется популярностью. Организаторы отмечают, что электронные сервисы для школы позволяют автоматизировать сбор, хранение, обработку и передачу данных. И это, конечно же, экономит время и энергию работников в сфере образования. Ну, конечно же, доступность и качество образования определенно улучшатся. Плюс еще за всем смогут наблюдать родители. А контроль, если, конечно, не чрезмерный, это очень даже неплохо в отношении школьников. Ну, конечно, электронные дневники, это как минимум интересно в наше время высоких технологий. Ну, что же, дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Следующий вопрос очень интересный, потому как законный. Сейчас погода не самая лучшая, конечно же, дождь. И просим вас соблюдать внимание и правила дорожного движения. Ну, а в следующей нашей рубрике мы расскажем о том, если все-таки произошло ДТП, можно ли решить вопрос и разъехаться без вызова инспектора госавтоинспекции. Можно ли после ДТП разъехаться без вызова ГАИ? Этот вопрос регулируется правилами дорожного движения, положением о страховой деятельности в Республике Беларусь и другими нормативно-правовыми актами. Практически всем известно, что за оставление водителем вместо ДТП предусмотрена административная ответственность. И в связи с этим некоторые водители, попав даже в незначительное ДТП, где виновник очевиден для обоих водителей, а цена ремонта невелика, тем не менее вызывают ГАИ и тратят в результате немало времени на сложную и длительную процедуру оформления ДТП, а виновник при этом еще и привлекается к административной ответственности. Вместе с тем следует знать, что административная ответственность наступает за оставление места ДТП только в тех случаях, когда это запрещено законодательством. А правила дорожного движения, в частности, допускают оставление места ДТП и предоставляют участникам ДТП право не сообщать о нем в ГАИ при одновременном наличии следующих семи обстоятельств. Во-первых, если в результате ДТП вред причинен только транспортным средством, участвовавшим в ДТП. Во-вторых, если ДТП произошло с участием только двух транспортных средств. В-третьих, если лица, управляющие транспортными средствами, имеют право управления транспортными средствами соответствующей категории. В-четвертых, если в отношении транспортных средств имеются действующие договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В-пятых, если обстоятельства причинения вреда, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий у водителей транспортных средств, которые участвовали в ДТП, и зафиксированы в специальном извещении о ДТП, бланк которого заполнен этими водителями транспортных средств. В-шестых, если водители транспортных средств, участвовавших в ДТП, не предъявляют претензии к состоянию друг друга, то есть для обоих очевидно, что они не находятся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения под воздействием каких-либо веществ, и если в результате ДТП не причинен вред жизни и здоровью. И в-седьмых, если вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается водителями данных транспортных средств в размере эквивалентном не более 400 евро по установленному нацбанком официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро. Если у вас возникают конкретные вопросы юридического характера, то квалифицированную юридическую помощь вам всегда окажут адвокаты. Свадебный сезон, дорогие друзья, в самом разгаре. И, кстати, какие тренды сегодня есть в мужской одежде, в мужских костюмах, расскажут наши сегодняшние гости. Представитель магазинов модной мужской одежды Базионе Виктория Савец. Вика, доброе утро. Доброе утро, Вика. Мне идет? Очень, несомненно. Да, да, несомненно, но мне кажется, что именно для утреннего эфира бабочка – это чересчур, больше вечерний вариант. Ну, кстати, вот вариант, да, то есть вот есть платочка у нас клетчатый, застегиваем пуговицу. Мастер-класс, это такая пашечка. Одеваем бабочку и, так, нет, как лучше, как… Ну, я сейчас одевать не буду, да. И все, и на танцы. Вечерком, конечно. Вечерком или на свадьбу. Да, неплохо. Жениться либо быть свидетелем, да, как вы говорили. Хорошо, поговорим. Какие модели, цвета особенно актуальны в этом сезоне, если говорить о выпускниках, о будущих женихах, свидетелях? И давайте сразу, по ходу, как ты будешь отвечать, фотографии, чтобы были модели, вот наглядно, чтобы мы их видели. Да, я думаю, там будет какое-то определенное. Заставочка. Дело в том, что в этом сезоне мы все больше и больше уходим от классических силуэтов, от строгих линий. И в моде расслабленность, некая такая свобода. Вот, естественно, все уже более склонны к такому направлению, как городской стиль, стиль casual. Вот, ну и, собственно, на Игоре мы сегодня видим, что уже нет таких прям строгих линий приталенных силуэтов, завязанных туго галстков. Все достаточно свободно, комфортно. Ну вот, у нас фото на экране появилось. Да, в принципе, цвета довольно-таки смелые, да? Да. Вот, интересно, да, кстати. Ну да, конечно, то есть сейчас могут использоваться для женихов, да? Ну, понятно, что, конечно, хочется быть очень яркими. Красиво смотреться на фотографиях, но все-таки в этом сезоне, если мы говорим о тенденциях модных, мировых, да, то в этом сезоне все-таки мода дает отдохнуть мужскому взору и женскому тоже, потому что в моде сейчас приглушен это на это горчичный, хаки, синий, серый. То есть все достаточно сдержанно и спокойно. Игорь в тренде сегодня, благодаря вам. Да, Игорь сегодня, естественно, да, в тренде, мы все подбирали как нужно, да. Но в то же время параллельно с этим существует и наклонность к тому, что мода возвращается к классическому викторианскому стилю. Это двубортные пиджаки, жилеты, бордовые расцветки, клетка. Это как утиная лапка, как вот говорят, да, так и крупная клетка. Совершенно разных цветов. То есть все это модно, все это можно на себя одевать, причем не только пиджаки-костюмы, да, но сорочки, брюки, какие-то платочки, галстуки. Все это может использовать, вот все то, что я сказала. Ну вот пиджак, извините, я поинтересуюсь, мне тоже интересно. Вот вы предлагаете очень интересные варианты. Бывает, что это, например, пиджак-клетка, галстук, например, в какую-то крапинку и платочек с цветочным пинтом. Вот это тоже сейчас в тренде, да? Да, абсолютно разные факторы. Да, да, то есть в этом сезоне очень популярный анималистический принт и вот что-то с цветочками, да, там с бабочками. То есть это все смотрится довольно гармонично, потому что такие, ну вот цвета хаки, горчичные, да, вот про которые я говорила, это все цвета, которые присущи нашей природе. И вот, собственно говоря, к этой природе стилисты и люди из модного мира, собственно, они возвращаются. И понятно, что птички, цветочки будут очень уместны. Крапинка, горошинка. Главное, чтобы все вместе это смотрелось очень гармонично и не выбивалось из общего образа. Давайте, кстати, сертификат-то разыграем. А давайте разыграем. Приятный подарок. Приятный голос, конечно, да. Итак, сертификат, скидка 20% в магазинах Базионе, дорогие друзья, уважаемые мужчины, милые дамы, да, обращайтесь и, кстати, пользуйтесь. Вопрос у нас такой. Кто явился прародителем мужского костюма? 21-55-65. Такой у нас телефон студии прямого эфира, поэтому, друзья, дозванивайтесь, пожалуйста, повторим вопрос. Кто явился прародителем мужского костюма? Ну, а мы продолжим общаться. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях представитель магазинов модной мужской одежды Базионе Виктория Саевец. Вика, еще хотелось бы узнать, ну, помимо того, что женихи, свидетели, папы обращаются перед свадьбами, сейчас еще время выпускных экзаменов, то, да, и помимо того, конечно, выпускные вечера, все эти вот балы, что для молодежи представляет? Актуально, да. Да, есть, опять же, подборка фотографий у нас, которые сейчас мы покажем, для молодежи. Что актуально для молодых? Ну, вообще, молодые люди – это всегда отдельная категория наших клиентов, потому что они, как правило, еще более дотошны и требовательны к своему образу. Чем взрослые мужчины. Да, конечно, то есть они все до мелочи, они сейчас у нас активные пользователи интернета, знают, что в тренде, что не в тренде, поэтому, конечно же, мы идем им навстречу, и на данный момент в наших магазинах есть целая линейка капсульная, которая представлена специально для молодежи. Это яркие расцветки, клетки, бордо, розовый, голубой, какие-то поло, футболочки. То есть сейчас даже уже молодежь отходит от привычного образа пиджак и сорочка, сейчас даже, в принципе, ребята одевают какие-то светлые футболки или рубашечки, ну, не рубашечки, маячки пола с воротничком. И, собственно, и образ готов. То есть они могут прийти на выпускной в этом наряде, пофотографироваться, потом скинуть там, например, неудобные брюки, одеть джинсы и побежать по своим делам дальше. То есть, ну, в принципе, конкретно варианты для молодежи, они интересны тем, что они универсальны не только на выход, но и на повседневную жизнь. То есть, собственно говоря, носят ее постоянно. Звоночек. Звоночек, доброе утро. Здравствуйте. Как зовут вас? Ильина. Очень приятно, Ирина. Для кого выигрываете сертификат? Для сына. А у сына может быть выпускной или свадьба? Что у него? Нет, выпускной. В выпускной, отлично. Какая школа? Одно другому не мешает. Ну да, 22-я школа. 22-я школа. Привет, 22-й школе большой от нас. Ну что ж, будем думать, что сначала выпускной, потом уже свадьба. Конечно. Да, значит, у нас к вам вопрос, кто явился прародителем мужского костюма? Не знаю, может быть, крестоносцы. Верно, не может быть, а точно. Абсолютно верно. Все правильно, хорошо. Действительно, крестоносцы принесли-то первый мужской костюм. Это был такой длинный кафтан с завязками, с пуговицами. Ну да, вы абсолютно правы. Что еще добавить? Ну, остается только спросить, бывали уже вместе с выпускником своим в Базионе или нет? Нет, еще нет. Нет, но обязательно сходите. Огромный ассортимент. Вика, давайте напомним адрес, наверное. Да, магазин. Значит, у нас существует в Бресте 4 магазина. Значит, первое – это гостиный двор, торговый комплекс, магазин номер 3 и магазин номер 64, первый и второй этаж. Потом бизнес-центр Дидас Персия, второй этаж и торговый центр Корона. Собственно, по всем этим адресам, по навигации вы увидите, где находятся наши магазины. Ну и мы будем рады вас видеть. Тем более, что в настоящее время действует акция и скидки существуют от 20 до 50% на актуальные модели. Плюс 10% купоны в рекламных журналах «Свадьба» и постоянно действующая дисконтная программа «Накопительная твоя карта». Слушай, как замечательно. Если все это собрать воедино, можно бесплатно себе что-то приобрести. Практически, да. Ирина, значит, пожалуйста, оставайтесь на линии. Сертификат ваш, и наш администратор расскажет, как вы сможете его забрать. А вы, друзья, также дозванивайтесь к нам в студию прямого эфира. Возможно, есть какие-то вопросы к нашей гости. Виктория Саевец в гостях у программы «Утренний эспрессо». Пожалуйста, задавайте. 21 55 65. А подайте-ка мне вот этот вот галстучек. Вот этот, пожалуйста. Кстати, да, у нас следующий вопрос относится вот к повседневной жизни, потому что базионе дает возможность не только на праздник и выглядеть классно, но и, собственно, в повседневной жизни. Что посоветуете, особенно вот летом, наверное, да, сейчас вот важно. Какие ткани выбирают прежде всего? Цвета, фактура? Ну, конечно же, на лето все больше хочется выглядеть празднично, светло, позитивно, ярко, солнце, чтобы соответствовать всему вот этому. Не сегодняшней, конечно, погоде, но в целом яркой, солнечной. Это, конечно же, обращение к светлым тонам, ну, про которые я говорила уже, пастельные тона. Ну, а если мы говорим про материалы, то, конечно же, стоит придерживаться натуральных тканей. Хлопок, лен, как ни странно, шерсть, но стопроцентная шерсть тоже является очень хорошим материалом для лета, потому что сейчас отличная технология обработки волокна и достаточно тонкая ниточка, получается, в которой не будет жарко, и она будет дышащая, и будет в ней очень комфортно. Оторваться, я смотрю, ты все никак не можешь убедить из своих рук этот галстук, он прекрасно, кстати, сочетается с нашим нарядом. Супер, да. Можем поменять образ, мы можем сейчас, да? Какой платочек лучше подойдет, или когда галстук, плоток не важно? Ну, вообще, я думаю, что на сегодняшний, ну, вот на сейчас, очень подходил тот платочек, который был у вас. То есть мы его оставляем? Да, можно оставить этот платочек, или можно, например, сделать вот что-то вот такого. Давайте посмотрим. Давайте я поухожу за сведущим-то. Да, да, заголовирую, да, конечно. Я правильно складываю его? Вообще сейчас нету какого-то определенного. Нет какого-то, то есть можно творческий беспорядок. Абсолютно, да, творческий беспорядок, конечно. Держи. Смотри, как преобразился-то, а? Покажите меня крупным планом, пожалуйста. Очень хорошо. Ну, вот, да, летние цветочки. Так, и галстук. Ну, галстук завязывать не будем. Да, мы просто приложим. Не будем говорить, что мы просто не умеем это делать. Поэтому, да, вот этот галстук. Можно что-то такое, а можно что-то посветлее, чтобы не был таким прям броским этот галстучек. Ну, видите, на лацкане у вас есть элемент декора, да, часики, и галстук уже, собственно, и туда неплохо подстроится. Да, просто замечательно. Ну что, наверное, все зрители уже поняли, что выбор действительно огромный, скидок тоже немало, и адреса, в принципе, озвучили. Остается только их пригласить в магазин. Да, приглашать. Приглашаем за покупками в наши магазины. Ждем вас каждый день без выходных, без праздничных дней. Мы работаем каждый день, готовы вас встречать, делиться хорошим настроением, скидками, ну и дарить вам отличные образы и хорошее настроение. Спасибо. Спасибо, Виктория. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях представитель магазинов модной мужской одежды Базионе Виктория Саевец. Приходите, покупайте и будьте просто самыми красивыми на свете. А мы же напомним вам, друзья, что сегодня у нас на календаре 17 мая, четверг. А четверг у нас по традиции литературный, потому что это совместный проект программы «Утренний эспрессо» и Брестской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. Передаем слово вновь нашим телезрителям, участникам нашей программы. Они будут читать замечательные произведения известных авторов. Неделя красомоства и облуды, не для того, как часу доходить. И в день высокий мой, и в день мой судный, я про Айчину буду говорить. Про мой народ, что славным и досипным слы помешинших. И у паша не был, мил свое место за столом гостиной, Мил сброю в острую для боротьбы. Ты что сказал бы, продак, не уявляю, И как бы у неба литости просил, Коли побачу, Что краса краю Забрана ти загублена з уси. Что може быть бы ж брыдким, Коли ты я, Кто мусил бы нас вести за собой, Кто прожитти заличену святыя. Найболей мова игре буюць с ваёй. Не пастыры, а пастухи из астаткам, Яны плятутся с пугами паломом, И веру поменяюць, Як опратку. Усё продадуть засытая ярмо, Безмолвие. И гэтам истрываю, И разбрыдимся урусные баки, Землёй, Что роды называли краем, Без племени и родуша браки. Чужие маски прорастут до твара, Хаду спыниш на глухой мяжи, Я лёс прошу отдалить тую кару, Не покидать айчину без души. Живы народ, покуль живое слово, Крыницею споткли и жаствы, Одродица прозваш, Ратунок мова, Одродитеся с родной мовой вы. Гороскоп советует Овну начало дня провести в кругу семьи. Это доставит вам глубочайшее удовольствие. На работе улучшится взаимопонимание с коллегами и подчинёнными. Для тельца наступает хорошее время, Чтобы набрать команду единомышленников. Будьте спокойны и деликатны, Не раздражайтесь, Тогда вам удастся избавиться от взаимных упрёков и недопонимания. День для близнецов будет серым и унылым. Чтобы время не пропало даром, Звёзды советуют бросить силы на объёмные проекты, Которые нужно закончить. Раку неожиданных сюрпризов этот день не принесёт. Все дела будут идти размеренно и в привычном ритме. Сейчас не стоит быть доверчивым, Так как вас могут просто использовать в своих целях мошенники. На работе и в официальном общении льву следует беречь нервы. Есть вероятность, что вас попытаются спровоцировать на конфликт. В романтических отношениях следует проявить большую настойчивость. Проявляя гибкость и дипломатию в трудной ситуации, Дева может выйти победителем или избежать неприятностей. Удачный день для преподавательской деятельности, учёбы или творчества. Скоротечный служебный роман весов Может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Великолепный день для чистолюбивых людей. Скорпион удачлив в любви. И сегодняшний день станет подлинным тому доказательством. Вы слишком зависимы от мнения окружающих, Остро воспринимаете критику. Стрельцу следует забыть о домашних делах И обратить внимание на качество выполнения рабочего проекта. Вечером пригласите близкого друга или любимого человека Провести время в кинотеатре или на концерте. Гороскоп утверждает, что Козерогу предстоит очень активный, Насыщенный делами и разговорами день. Он откроет благоприятные перспективы. В вашей жизни намечается переход к другой сфере деятельности. Водолею можно включаться в долгосрочные проекты, Проводить ревизии финансовых дел. Это хороший день для смены деятельности, Поиска новых источников, заработка и инвестиций. По возможности рыбам следует сохранять ровные отношения с начальством и сотрудниками. Дома все будет хорошо. Начавшийся конфликт погаснет сам с собой, не получив развития. Уж кому следовало надеяться на помощь звезд, так это участницы международного конкурса рисунков под названием «Нарисуй мне мир». Мы только что нашли информацию на просторах интернета. Хотим поздравить наших землячек из березы. Дарья Киватыцкая и Виктория Андрейчик. Привезли оттуда трофей. Они стали одними из победителей международного конкурса. Поэтому поздравляем, конечно, наших девушек. Желаем творческих успехов. Это так здорово, когда люди действительно добиваются поставленных целей. И мечты сбываются на самом деле. Береза, гордимся вами. Гордимся от души. Ну что ж, мы продолжаем. Напоминаем, что уже стартовал в апреле проект замечательный. Новый размер операции «Подснежник». Прошли кастинги. Сейчас уже идут вовсю тренировки. И мы продолжаем знакомить вас, дорогие друзья, с нашими участниками, которые на совесть работают над собой на воде, на суше, с помощью инструкторов и капитанов команд, одним из которых является наш коллега, ведущий Сергей Ручкин. Поэтому давайте сейчас познакомимся с одним из участников с помощью его визитки. Конечно, с удовольствием познакомимся. Оставайтесь на четверке, друзья. Понимаете, когда уже доходит до маразма, когда поднимаешься на седьмой этаж на лифте, и у тебя дышка, ну это ни в какие рамки не влазит. Тем более в рамке проектов, в котором мы благополучно участвовали. Открываешь шкаф, смотришь на свой свадебный костюм, и понимаешь, как бы здорово было его вновь на себя примерить. А он сходится только буквально... Не сходится, я бы сказал. После свадьбы закончились всякие развлечения, стал домашний, как тапочки. Дети начали рождаться. Я не хочу, чтобы мои дочки стеснялись своего отца. Хочу, чтобы они гордились мной. Соня, Эмилия... Такой сентиментальный стол. Нет, я сейчас не скажу про них. Соня, Эмилия, Есения, это все для вас. Следите за проектом. Каждое воскресенье в 21.10 на телеканале «Беларусь-4 Брест». Александр Красносельский. Молодец какой. Александр Красносельский, во-первых, участник проекта «Новые лица». Теперь капитан команды. Новый размер операции «Поснежа», кстати, известный Шоман. Ну, Александр Красносельский, на самом деле, огромный молодец. Он очень хорошо себя проявил в проекте «Новые лица». Шагает из проекта в проект для того, чтобы преобразиться и все-таки достичь поставленной цели. Мы желаем удачи Александру и его команде. Он же капитан команды целый. Ну да, это очень огромная ответственность. Потому что нелегкая задача стоит у участников проекта. Это не просто похудеть, похудеть, а изменить образ мысли, образ своей жизни. И самое главное, сохранить внутри себя этот запал даже после окончания реалити-шоу. Поэтому удачи участникам. Но со всеми остальными сможете познакомиться на нашем официальном сайте телерадиокомпании «Брест». Продолжаем нашу программу, дорогие друзья. 17 мая, четверг у нас на календаре. И, кстати, во всемирный день электросвязи информационного общества. Чего бы вы хотели от информационного прогресса? Давайте узнаем из Блиц-опроса. Чего бы вы хотели от информационного прогресса? Больше доступности, то есть больше разных сторон, больше разных мнений. Хотела бы выслушивать. Интернет, наверное, чтобы немножко лучше был. Вот было бы классно, если бы у нас был 5G интернет, летал бы вести. Там пусть хотя бы 4G был бы крутым. Вот это было бы супер. Чтобы работал везде. Нет, нет никаких мыслей. Хотелось бы, чтобы вот этот объем колоссальной информации, которая поступает у нас из разных источников, было бы гораздо в более сжатом формате. Потому что там немножко кажется такой легкий перегруз. Хотелось бы доступнее, чтобы все было. Просто да, получение информации. Чтобы более была как-то освещена, чтобы более всем было доступно. Хотела бы, чтобы детям доступна была информация, которая им нужна на самом деле. Чтобы образование осовременили. Даш, пожеланий у наших брещан немало. Будем надеяться, что многие из них обязательно осуществятся. На самом деле прогресс шагнул очень далеко. Уже рассказывали о роботах, которые готовят в ресторанах Китая, подают пищу тоже. Рассказывали про электроняничек. Но главное, главное, что прогресс не заменил вот этого человеческого общения, тепла. Да, потому что, ну, конечно, много можно роботизировать. Но, но. Самое главное, это человеческая, это душа. Конечно, конечно. Осмеляться, повыбаться. Даже вот в США есть робот, который учит людей танцевать. А у нас, например, есть свой фитнес-тренер Юлия Котович, которая лично... Учит нас правильно делать утреннюю гимнастику. Сегодняшний день не станет исключением. Мы будем повторять упражнения здесь. За кадром вы же у своих экранов. Доброе утро. Я надеюсь, вы сегодня встали с отличным настроением и готовы приступить к нашей активной зарядке. Первое наше упражнение похоже на самый первый наш комплекс. Это приседания. Но сегодня мы будем выполнять его совмещенно. Сначала приседания ноги вместе. И благодаря шагу в сторону, приседания ноги широко. Ну что ж, приступаем вниз, в сторону, вниз. И еще раз. Вниз, выдох, в сторону, выдох. Технику приседания вы уже знаете, что отталкиваться нужно пяткой тоже. Поэтому мы просто наслаждаемся самим упражнением. Выдох. И еще раз. Вниз, выдох, в сторону, выдох. Если вам очень легко, вы можете выполнять это прыжком. Вниз, чуть-чуть в середину. Вниз, в середину. Снова в сторону. Вместе, в сторону, вместе. Хорошо. Ну а для нашего второго упражнения нам понадобится коврик, либо просто полотенце. Опускаемся на коврик. И наше второе упражнение будет также из нашего первого цикла. Отжимания. Но мы их тоже немного усовершенствуем. Опускаемся на колени. Если вам не очень приятно, вы можете ноги не поднимать до конца вниз, оставив их на коврике. Но в идеале поднимаем до конца. Живот подтянут. Руки у нас под плечами. Стараемся не разводить локти в сторону. Первое отжимание мы выполняем на трицепс. Опускаемся медленно вниз. Локти не разводим. Идут вдоль корпуса. И вверх. Теперь делаем правой рукой шаг в сторону. Оп. И выполняем отжимания на грудные мышцы. Локти в стороны. Поднялись. Возвращаемся. Снова. Назад. Выдох. Теперь шаг левой рукой. Вниз. Выдох. И продолжаем в удобном для вас темпе. Вниз. Выдох. В сторону. Выдох. Выдох. Вниз. Выдох. В сторону. Выдох. Старайтесь не переносить напряжение на плечи и не подтягивайте их к шее. Плечи расслаблены. Живот подтянут. Выдох. И еще раз. Вниз. Выдох. В сторону. Выдох. Отлично. Вы справились. И не забывайте. Чем более энергозатратны ваши упражнения, тем больше новой энергии вам понадобится из пищи. Поэтому ваш завтрак должен быть полноценным. Но если же вы не любите завтракать, приготовьте себе молочный коктейль или смузи с ягодами. Отличного дня. И именно, наверное, вот в эту погоду так приятно, наверное, сидеть где-нибудь в агроусадевке, в домике, у каминчика. На пушке леса, баничка, молочко, фарда, все дела. Удочка, рыбочка. Кстати, об этом мы сейчас поговорим. Но нас сейчас, кстати, рыбочки поспорило бы в такую погоду, а? Ну, рыбаки с тобой не согласятся. Развитие агроэкотуризма в регионе нашим Брестском, а также о правилах, которые следует соблюдать, нам расскажет начальник управления налогоблажения физических лиц, инспекция МНС по Брестской области, Салтаник Михаил Николаевич. Доброе утро. Доброе утро. Как часто бываете в агроусадьбах, скажите? Редко. Редко? Крайне редко, но бываю по долгу службы, приходится иногда бывать. Михаил Николаевич, вот что нужно знать физическому лицу при открытии агроусадьбы? Если человек имеет возможность открыть, начать подобный бизнес, вот что нужно сделать? Значит, во-первых, главное, самое главное, надо знать и ориентироваться на это, что вы можете этим заниматься и должны соблюдать несколько условий. Такие условия, как агроусадьба должна располагаться в сельском населенном пункте, либо в малом городском поселении, в городах до 20 тысяч человек. То есть в городе Бресте этим заниматься запрещено, потому что у нас намного больше жителей. У вас должна иметься возможность знакомить туристов с возможностями агроусадьбы, с достопримечательными сетями региона, с некими архитектурными, природными такими достояниями. Вы должны быть зарегистрированы в жилом доме, либо в квартире в блокированном жилом доме, которая находится именно в районе, именно в сельской местности. Ну и если же дом зарегистрирован на члены семьи, то, естественно, тоже этим можно заниматься. То есть обязательно агроусадьба должна, жилой дом принадлежать одному из членов семьи. Как, кстати, много агроусадеб у нас в Брестском регионе? В Брестском регионе у нас 360 агроусадеб, и они постоянно, количество увеличивается. Ну, тем более, безвизовый режим правильно введен. Можно приехать в Брест, там уже экотуризм набирает обороты. Какие основные требования к владельцам предъявляются, как правило? Как правило, это примерно те же требования, что я только что озвучил. А необходимо в начале деятельности информировать, допустим, по-моему, сполку? Ну, именно при создании агроусадьбы, то есть при строительстве, да? Конечно, конечно. О том, что вы собираетесь заниматься агроэкотуризмом, вы должны письменно уведомить райисполком по месту нахождения агроусадьбы. Они должны рассмотреть это? Они, как правило, рассматривают и... Дают добро, либо не дают добро на это дело? Даже не так. Они не дают ни добро, ни нет. Просто райисполком уведомляется об этом, о том, что человек будет заниматься этим. А уже райисполком, в свою очередь, направит данное уведомление в налоговую инспекцию по месту нахождения усадьбы. И человеку уже в налоговую идти не нужно будет. Обязательно уведомление нужно будет указать дату, с которой начнет работать агроусадьба. Давай напомним телефон студии прямого эфира. Дорогие друзья, если вас заинтересовал данный вопрос, и вы вдруг, посмотрев нашу передачу, решите открыть свою агроусадьбу, дозванивайтесь к нам по телефону 21 55 65, потому что в гостях у нас начальник управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Брестской области, Михаил Николаевич Салтанек. Михаил Николаевич, скажите, вот для того, чтобы вести подобную деятельность, нужно ли зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, то есть вот, или же можно быть просто в качестве физического лица вести подобную работу? Именно так, в качестве физического лица регистрироваться не индивидуальным предпринимателем, не открывать фирму, никакой среди хозяйства, ничего не нужно. Можно быть просто физическим лицом. Ну, счастье-то счастье, а во сколько денег нужно будет платить в бюджет для того, чтобы иметь возможность развивать бизнес в сфере агроэкотуризма? Все очень просто, и в бюджет нужно будет заплатить всего лишь одну базовую величину, 24,5 рубля на сегодня. Меня зреет желание. Прямо сейчас слушаю ответы на наши вопросы. Я знаю, где будут проходить наши ближайшие корпоративы, Игорь, отличная идея. Хорошо, а можно ли, вот какие услуги может агроусадьба? С этого года можно осуществлять различного рода услуги, которые нельзя было осуществлять раньше. Это четкий оговоренный перечень сейчас. Такие услуги, ну, первое, это, естественно, представление жилых комнат как таковых, и комнат должно быть не более 10 в агроусадьбе. Значит, можно оказывать услуги питания, и преимущественно с использованием той продукции, которая должна произрастать на вашем приусадебном этом участке. Можно также оказывать спортивно-массовые мероприятия, какие-то праздники. Можно устраивать презентации, банкеты, юбилеи, корпоративы. Можно оказывать транспортные услуги. Катание на... На лодке, на лошадях, где угодно. Да, ну, конечно же, за исключением диких животных, чтобы избежать каких-то неприятных инцидентов. Так, здорово. Хорошо. А зависит ли величина сбора, который мы уплачиваем, от того, какие виды услуг оказываются в агроусадьбе? Нет, величина сбора от этого не зависит. Будь то там одна комната свободная, либо их 9-10, либо эта усадьба расположена в Брестском районе, либо она подальше находится, там Ганцевический, Ляховический район. От этого сумма сбора не зависит, оставляет одну базовую величину в год. Михаил Николаевич, ну вот по базовой величине разобрались. А вот когда ее нужно уплачивать? То есть в какой период времени? Уплачивать необходимо до начала осуществления деятельности, обязательно до приема первых туристов. И в последующем, на следующий год необходимо уплатить не позднее 28 декабря. Книга-учетопроверок тоже, соответственно, заводится, да? Заводится, она должна быть, ее нужно купить в специализированном магазине. А если в целом говорить о документах, какие еще должны присутствовать, что необходимо вести регулярно? В обязательном порядке субъекта агроэкотуризма необходимо регистрировать договора на оказание услуг, как с туроператорами, так и с самими физическими лицами. И в дальнейшем об этих договорах необходимо информировать налоговую инспекцию, либо о их наличии, либо отсутствии в обязательном порядке до 10 января года следующего за отчетным. А какие меры, допустим, наказания могут быть за нарушение работы в агроэкотуризме? И могут ли вообще ликвидировать подобную деятельность, если, допустим, нарушение систематическое? Значит, нарушения у нас такие могут быть, как, допустим, не уплатил сбор, не информировал райисполком, не представил информацию в налоговый орган. За это может быть административная ответственность в виде предупреждения, либо штрафа от 1 до 10 базовых величин. Телезрительница также спрашивает, если, допустим, какое-то плохое питание, какое-то плохое обслуживание, да, что-то не удовлетворяет, допустим, соответствующие жалобы в определенные органы поступают, в этом случае можно ликвидировать деятельность агроэка усадьбы и человека, который оформил ее на себя? Практически нет, но это немножко вопрос вот по питанию, это уже не налоговый. Нет, ну, другие службы, да, обратились, но при этом жалоб очень много. Агро усадьбы – это заявительный принцип, и поэтому все туристы, которые приезжают, заключают договора, уже знают, к чему готовиться и куда они едут. Замечательно, замечательно. Ну и еще, наверное, финальный вопрос. Можно ли предоставлять информацию о заключенных договорах в налоговые органы уже в электронном виде, ведя подобную деятельность? В текущем году у нас министерство дорабатывает программное обеспечение, и уже начиная со следующего года, вот до 10 января, уже можно будет предоставлять информацию о заключении либо не заключении договоров об оказании агроуслуг в налоговые органы через личный кабинет плательщика. Такой замечательный сервис, который можно подключить в любом налоговом органе, прийти с паспортом в любую инспекцию, вас подключат, представят вам логин, пароль, и вы уже, грубо говоря, празднуя там Рождество либо Новый год уже после этого можете спокойненько отправить в налоговую инспекцию информацию. Все для людей. Дорогие друзья, ну просто замечательно. Спасибо огромное, Михаил Николаевич. После такой замечательной беседы, прям вот захотелось поехать в какую-нибудь агроусадьбу и провести хорошо время, вообще насладиться природой. Поэтому пользуйтесь, друзья. Лето-то уже скоро совсем. Главное, чтобы погодка не подкачала. А вот что сегодня обещают синоптики жителям Брестского региона, узнаем из прогноза погоды от Утреннего Эспрессо. Редактор субтитров А.Семкин Доброе утро, Брест. Доброе утро, Брест. Привет, Брест. Доброй ранец Беларусь. Буэнос диас, Брест. Привет всем, хорошего дня. Доброе утро, Брестская область. Вот у нас что есть, дорогие друзья. Видите, сразу вот мы сходу, сертификат, скидка 50% на абонемент. Куда? В студии танца Face to Face социальные танцы там танцуют. Вопрос у нас следующий. Как называют танцоров бачата, а также музыкантов, играющих бачата? Друзья, 21-55-65, номер телефона нашей студии. Как же называют танцоров бачата, а также музыкантов, которые играют бачата? Вообще, почему вопрос связан именно с бачатой? Потому что в студии танца Face to Face танцуют как раз-таки социальные танцы. А к ним относятся, как мы знаем, сальса, бачата, кизомба и зук. Кстати, вот был у нас опыт танцев. Танцевали, да, пробовали. Было дело, танцевали. Что это был за танец тогда? Бачата именно была, да? Мы пытались танцевать бачату, да. Удалось, скажем прямо, удалось. Потом, правда, не продолжили уже заниматься именно бачатой и другими социальными танцами, но всегда с интересом за этим следим. Поэтому, друзья, звоните к нам, 21-55-65, выигрывайте замечательный сертификат, 50% скидочка у нас, да? Вот, и отгадывайте так, как называются танцоры, как мы в хорах сказали. На самом деле, что касается бачаты, на протяжении многих десятилетий, вот как мы только что узнали, танец был популярен только в Доминикане, в основном бедные люди танцевали этот танец. Потом волна популярности в Америке его настигла и в Европе. И уже середины 90-х, все выше и выше, начал захватывать все страны, все регионы, районы. Вот и Брест захватил уже, захватила эта волна. Бачата, сальсики, зомба, зук. Нет, наверное, человека, который бы не знал, что вообще из себя представляет этот парный танец, где очень тесный контакт между партнерами. За один вечер партнеры меняются периодически, потому что там нет четко сформированных партнеров. Что не может не радовать. Да, кстати, интересно, что вот участники, вопрос, да, кстати, участники танцуют на улицах Бреста, принимают участие в различных... Слышь, мобы под открытым небом. Да, фестивали, концерты, то есть действительно замечательно. Люди проводят время, получают массу удовольствия от танцев. Повторяем вопрос, дорогие друзья, телефон 215565. Вопрос, как называются танцоры, которые танцуют бачату? На самом деле несложно. Друзья, однокоренное слово с бачатой. Все, подсказок больше не будет. Что касается танцев под открытым небом, на самом деле танцоры студии Face to Face очень часто выходят на улицу Советскую. Их можно будет увидеть около большой музыкальной сцены, которая находится возле нашего кинотеатра всем известного, и присоединиться к ним в выходной день. Вечером, как правило, это происходит. С удовольствием в Рещании гости города подключаются. Надеемся, что вы тоже подключитесь. За кадром, кстати, можно до нас дозваниваться и рассказывать о том, как же называют танцоров бачата, а также музыкантов, играющих это направление. Мы же напоминаем, что совсем недавно прошел наш один из самых главных праздников, это день Великой Победы. Звучали прекрасные, замечательные песни военных лет. Наверное, это... Да не наверное, действительно, это классика, которая вызывает и слезы, и гордость. Эти песни звучат всегда, и их всегда приятно слушать. Именно этому посвящен на следующий сюжет. Давайте посмотрим. В живописном уголке под Брестом состоялось масштабное мероприятие, посвященное Великой Победе. Весь май со всех окошек и дворов продолжают звучать песни военных лет, напоминая нам о войне, о героическом прошлом наших дедов и прадедов, ценой жизни которых досталась эта победа. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы с благодарностью вспоминаем о ветеранах, которые стали символом эпохи, примером стойкости, мужества и героизма для будущих поколений. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ благодарность от нас сегодня. Я думаю, что все, кто сегодня пришел, они испытывают те же самые чувства. День за днем, час за часом, долгих пять лет, в тяжелых фронтовых условиях, ковалась эта победа. И в этот день, 9 мая, это он как раз для того, чтобы еще раз напомнить нашему народу, особенно молодым людям, что ветераны, прошедшие гордила войны, отстояли мирное небо, под которым они сейчас живут. С тем, чтобы эти молодые люди были такие же качества, какие имели эти качества ветераны войны. Песни звучали везде. В окопах, после тяжелых боев, в госпиталях. В минуты затишья солдаты брали гармонь и хоть на время забывали о войне. Поэтому эти майские дни в наше мирное время пронизаны нотками победы. Я жду и мечтаю, улыбнись, не встречая, в госпитале. Эх, как бы до жилья, до свадьбы женитьбы, и обнять любимую свою. Эх, как бы до жилья, до свадьбы женитьбы, и обнять любимую свою. Я всегда 9 мая иду в Брестскую крепость, делаю поклон тем, кто там похоронен. Но последних 73 года мы живем под мирным небом. И это, надо сказать, поклон тем, кто отдал жизни во время войны. И поэтому грешно этот праздник не принимать душой и сердцем. с особым трепетом в душе рассказал нам о мероприятии организатор праздника, для которого День Победы — это праздник со слезами на глазах и радостью в сердце. Мы решили сегодня сделать этот праздник, дать возможность людям собраться всем, отметить его по-настоящему. Сегодня у нас около 100 человек детей, желающих выступить. Сегодня все выступают от души, хотят поздравить наших ветеранов, всех, кто остался в живых, почтить память тем, кто добыл нам эту победу. С каждым годом, понимая, какой огромный труд нужно было нашим предкам, чтобы мы сегодня так красиво жили, чтобы мы сегодня так свободно жили. То, что они совершили, это, я не знаю, подвиг в квадрате. Выступление детей порадовало ветеранов и гостей праздника. Стихи, песни, хореографические постановки не могли оставить равнодушными отдыхающих. Вот из же 73 года не рвется связь поколений, чтобы помнили, чтобы знали. Если честно, у меня в семье в войну никто не приходил, никого не осталось у меня просто, ну, из родственников. Все на войне погибли, которые воевали. Но зато про войну рассказывали много, что людей, немцы, голодом морили, что было очень страшное время. Все-таки жестокость немцев не победила, а все-таки мы выиграли, и это очень хорошо. Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись тревно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, а детей глядя во все глаза, а они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспропутным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слон. Мать безмолвно сердцем каменеет, уж не жить сыночкам, не цвести. Они живы, пока мы их помним, они рядом, пока мы чтим память о них, героях прошедшей войны. Вот такие действительно замечательные слова, замечательные песни, замечательные события проходят в нашем городе, в нашем регионе. Мы действительно чтим память Великой Победы. Ну что ж, дорогие друзья, мы желаем вам, конечно, сегодня прекрасного дня. Вот несмотря на дождь. Правда? Да. И у нас звонок, кстати, сразу есть. Ой, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Виктория. Виктория, здравствуйте. Ну что? Ну что, Виктория? Будем, пойдем на бачату, нет? Не знаю, может, неправильно даже будет, не знаю. Давайте попробуем. А вы танцевали-то бачату когда-нибудь? Нет. А сальсу? Зук или кизомбу? По голосу слышу, что танцевали, по крайней мере, сальсу? Нет. Нет? Нет, только польку. А, только польку. Тоже хороший национальный танец, правда? Итак, как называются танцоры бачаты? Я вроде бы нашла только танец бачата. Он называется Music de Amangue. Вроде бы так. Да что ж такое происходит? Нет, нет, нет. Танцора бачаты называют бачатера. Бачатера? Нет, значит, не правильно. Ну не расстраивайтесь, Виктория, ничего страшного. В любом случае, вы же уже в солнечный город идете с детками, правильно? Так что все, пожалуйста. Хорошего вам дня, отличного настроения. Дозванивайтесь к нам еще и завтра. Спасибо. Да, ждем ваших звонков, с удовольствием вручим вам еще подарки и поздравим вас с их получением. Какая фраза-то хорошая получилась. Ну что ж, мы продолжаем, дорогие друзья. О питонах и о детях расскажем. Обещали же в начале программы. Очень интересно. Две девочки в Индонезии прокатились верхом на гигантском питоне. Видео набирает миллион просмотров. Давайте, может быть, его. Да, давайте посмотрим, конечно. Это просто нужно видеть. По-моему, они забавляются, им по душе очень нет занятия. А между прочим, сетчатые питоны считаются самыми большими змеями в мире. Их длина может превышать 7 метров. Питаются они обезьянами, грызунами и птицами. Даже могут нападать на домашних животных. Так что девочки очень сильно рискуют, забавляясь подобным образом. Слушай, ну на самом деле это крайне опасно. Посмотри, какой он огромный. И то есть ему ничего абсолютно не стоит, чтобы просто повернуться к этим двум девочкам. Ну мы не будем о грустном. Вот и мы не будем о грустном. Это стало много не произошло. Это то видео, которое вам повторять не нужно. Ни в коем случае. Питон пополз, подумал, не буду я к этим девочкам ничего предъявлять. Поползу-ка я обратно к себе. Ну девочки из Индонезии умеют удивлять. Девочки из Индонезии. Девочки из Индонезии, конечно, умеют удивлять. Ну что ж, да. Продолжаем. Девочки тоже выявляют своей логикой. Давайте узнаем, как они рассуждают на очень интересные и актуальные темы. Девочки из Индонезии Интернет нужен, чтобы на нем работать, например. Или смотреть фильмы всякие, или мультики, или детей включать, чтобы кино смотреть. Или мультики, или сказки. Никогда такое не слышала. Интернет давным-давно изобрели. Что смотреть телефоны, смотреть телевизор, планцеты, звонить на мобильники, телефоны. И больше не знаю. Что посмотреть мультики, разные программы. Интернет нужен, если стало скучно. Мама разрешает посмотреть на интернете мультики, или можно еще посмотреть рекламу. Для взрослым надо работать с интернетом. Чинить интернет. Или разговаривать с другими людьми, как, например, я на Новый год с Дедом Морозом разговаривала. Хотели по номенбуку. И Коля. Твой братик. Младший. Я старшая сестра. Я старшая сестра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Книгу рекордов Гиннеса было построено в США, в штате Нью-Джерси Автором шедевра стал американский скульптор-дизайнер Эд Джаред Высота песочного замка, который называется «Песочный замок Сэнди» составила 11 метров и 63 сантиметра А на строительство потребовалось 726 тонн материала В течение нескольких недель 2500 волонтеров, большинство из которых дети, помогали в строительстве Эд вместе с помощниками работал над строительством 7 недель Все это время строители трудились по 15 часов в день Самой наклонной жилой улицей в мире признана Болдуин-стрит Она находится в Новой Зеландии В книге рекордов Гиннеса уровень уклона зафиксирован как 35% Длина улицы 359 метров Болдуин-стрит привлекает любителей экстремального спорта С 1988 года там проводится чемпионат по бегу Участники сначала бегут по улице вверх, а потом вниз Ежегодно в соревновании принимают участие сотни людей Рекорд скоростного подъема и спуска составляет 1 минуту и 56 секунд Его не удается побить уже несколько лет Любители экстрима с удовольствием катаются на этой улице на велосипедах, мотоциклах и скейтбордах Кстати, замечательная идея для того, чтобы похудеть Для наших участников проекта «Новоразмер» Говорится, подснежник, побегать по такой наклонной улице Кстати, тоже может привести к замечательным результатам Ну, им есть где побегать, потому что одна команда тренируется на суше, другая на воде Периодически они меняются Бегают по воде Есть капитаны команды в этом сезоне Сезон, кстати, называется «Новый размер. Операция. Подснежник» Также людей будут отчислять Те, кто набрал самое меньшее количество баллов, будут периодически уходить Покидать будут проект, останутся самые сильные люди, соответственно Выносливые Да, и кстати, дорогие друзья, программа «Утренний эспрессо» Каждый понедельник, среду и пятницу Будет показывать дневники проекта И рассказывать о жизни и о наших участниках А в воскресенье, 20 мая, на нашем телеканале «Беларусь. Четыре. Брест» В 21.10 вы сможете увидеть уже итоговую программу, обзор всей недели проекта «Новый размер. Операция. Подснежник» Ну а мы продолжаем знакомить с участниками проекта Конечно, конечно Что вы их знали в лицо Подходили к ним на улице, поддерживали их И не только на улице Но если хотите увидеть всех участников реальти-шоу «Новый размер. Операция. Подснежник» Заходите на наш официальный сайт телерадиокомпании «Брест» Ну а пока же знакомим в прямом эфире еще с одним участником Почему я решил худеть? Попал на проект «Новые лица» Но есть иногда такие нюансы, которые, наверное, не прощает телеэфир Не прощает камера В первую очередь это, конечно, размер лица Ну и вообще в целом В очередной раз, становясь перед зеркалом, понимая, что Ну, чувак, пора заканчивать с этим делом Потому что еще чуть-чуть и все Потом уже придется идти на липосакцию, а не в тренажерный зал Любому человеку, у которого есть лишний вес Как бы он себя не оправдывал Как бы он не говорил о том, что Да, мне так прикольно, пока толстый сохнет, худой сдохнет Все это, мне кажется, наигранное Ну, я по себе сужу Можно говорить много, но по факту Лишний вес мешает всегда и везде Следите за проектом Каждое воскресенье в 21.10 На телеканале Беларусь-4 Брест Ну, я бы не согласилась По-прежнему поспорила бы с нашим теперь уже коллегой Сергеем Ручкиным Победителем проекта «Новые лица» О том, что лишний вес ему сильно меняет В кадре, по-моему, выглядит прекрасно Держится тоже Но если хочется, значит нужно Желаем, конечно же, удачи Ему и всем участникам проекта «Новый размер операции «Подснежник»» Да, кстати, также напоминаем о старте Еще одного удивительного проекта Фотоконкурс под названием Семейный спорт-стайл Суть Вам, нашим уважаемым телезрителям Нужно прислать свое фото На адрес tv-sobaka-trk-brest.by Что должно быть на этом фото? Вы, ваши дети, ваши близкие, бабушки, дедушки Да, кто угодно Занимайтесь спортом Да, занимайтесь спортом Причем делайте это как-то интересно Какая-то интересная спортивная площадка Или, может быть, дома То есть, главное, чтобы фотография была яркой, интересной Присылайте эту фотографию на наш адрес Которую мы только что сказали И дальше tv-sobaka-trk-brest.by И дальше что? Дальше, конечно же, мы выберем победителя Человек-обладатель Самые интересные, необычные фотографии Обязательно получит приз Ну, вообще, что касается самого конкурса Семейный спорт-стайл Мы его приурочили к нашему Теперь уже традиционному телемарафону Который проводится в День защиты детей 1 июня Да, именно 1 июня будут подведены итоги А присылать ваши фотографии Можете начинать прямо сейчас И до 31 мая включительно Напоминаем, что нашим марафоном Два года назад мы помогали Кобринскому детскому дому Прошлым летом театру «Глория», Который работает на базе Жабинковской школы-интерната Для слабовидящих детей Но уже в этом году в поле нашего зрения Брестская секция настольного тенниса Отделение «Инваспорта» Там тренируются дети с нарушениями Опорно-двигательного аппарата На самом деле, действительно, чужих детей не бывает Делать добрые дела несложно Стоит только захотеть Мы говорим вам спасибо за это, что каждый год Вы подключаетесь к нашему телемарафону И ни в коем случае не остаетесь равнодушными Надеемся, что и этот год не станет исключением, друзья Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста Наша программа понемногу подходит к своему завершению Мы хотим поблагодарить наших уважаемых партнеров Магазин модной одежды «Базиони» Который находится в торговых центрах «Дидос Персия», «Корона» и «Гостиный двор» Да, также, конечно же, говорим спасибо Магазину флористики «Цветы от Жордан» Который находится в Бресте По адресу улица Московская, 253 Такие вот прекрасные, ароматные, красочные, цветочные композиции Срезанные цветы, горшочные растения Доставка по Бресту бесплатная Да, также, дорогие друзья, хотим сказать Что несмотря на то, что на улице дождь и пасмурно Какой там все-таки такой чудесный аромат Запах распустившейся листвы вот этих цветов Просто замечательно Насладимся погодой Даже несмотря на то, что с неба просто идут осадки Но, тем не менее, посмотрим, что сегодня ждет нас В нашем городе и в городах нашего региона Субтитры подогнал «Симон» Уважаемые молодожены, те, кто женится или выходит замуж на эти выходные Желаем вам прекрасной свадьбы, отличной совместной жизни Ну, а программа «Утренняя эспрессо» прощается с вами С вами в студии прямого эфира были Игорь Пашечко и Катерина Стриха Всего доброго, дорогие друзья Увидимся завтра на четверке Хорошего дня вам До новых встреч Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»